Они разрабатывают вакцины от новых вирусов и спасают от гибели редких животных. От них зависит будущее наших детей и всего человечества. 460 молодых ученых стали победителями конкурса грантов президента Российской Федерации в этом году. Среди них и наш земляк Михаил Беликов. Посвятить свою жизнь науке Михаил решил еще в пятом классе, когда в школьной программе появилась химия. Путь к успеху был нелегким, но отступать перед трудностями Михаил не привык. К неполным 30 годам он стал доцентом кафедры органической и фармацевтической химии Чувашского государственного университета. В 2011 году молодой ученый победил в республиканском конкурсе «Аспирант года». А в этом году Михаил Беликов удостоился еще одной награды. Уважаемые коллеги, друзья, все присутствующие, хотел бы поблагодарить вас за то, что вы пришли. Столь замечательный день. И вообще говоря, мне очень приятно, что работы молодых ученых, химико-фармацевтических факультетов Чувашского университета признаются на столь высоком уровне. Грант президента Российской Федерации. Это не только почетная награда, но и своего рода инвестиции в развитие науки. Молодой ученый должен вложить средства в разработку нового изобретения. Победа ученика – это прежде всего победа учителя. Министр образования Чувашской республики лично поздравил юного изобретателя. Я как-то на лекциях, Миша как раз, наверное, может и помнит, говорил, что когда-то настанет время, что мы будем гордиться тем, что имели счастье общаться с вами. И вот как раз этот момент настал. Через каждого 5-6 студентов я вижу, знакомые лица в аудиториях спересекались. И, наверное, это счастье не только мое сегодня, это счастье всех юных наших граждан, прежде всего школьников, которые сегодня имеют уникальные возможности равняться на вас. Талантливый человек талантлив во всем. И Михаил Юрьевич живой тому подтверждением. В свободное от науки время изобретатель занимается плаванием, много бегает, читает русскую классику. Особенно почитает творчество своего знаменитого тезки. Однако исследовательская деятельность все же на первом месте. Известно, что мы живем в век информационных технологий, и объем информации возрастает постоянно, неуклонно. И в будущем актуальна будет проблема, где всю эту информацию хранить. Мое исследование как раз таки направлено на создание новых носителей информации. По прогнозу ученого, через несколько лет хранение информации будет осуществляться на молекулярном уровне. И в будущем мы откажемся от таких привычных носителей информации, как флешки и карты памяти. Так это будет или нет, покажет время и научный прогресс. Дарина Игнатьева, Александр Петров, Республика.